Северные корейцы готовы приехать спасать честь Второй армии мира на войне против Украины. Зет-военкоры заявили о планах Пхеньяна перебросить 50 тысяч спецназовцев. Несмотря на огромные потери на поле боя сворачивать так называемую военную спецоперацию, Кремль не собирается. По утверждению рта Путина-Пескова, Россия воюет не с украинцами, а всем западным миром. Если вы имеете в виду войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента. Чем собирается Кремль подкупать северокорейцев? Что Пхеньян получит взамен? Насколько переброска корейского спецназа опасна для Ким Чен Ина? Большое российское наступление не достигло целей по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта, утверждают аналитики Американского института войны. В Минобороны Великобритании считают, что ценой незначительных успехов стали десятки тысяч ликвидированных и раненых российских оккупантов. Это признает даже террорист Гиркин Стрелков. Мы движемся к военному поражению. Даже не потому, что не можем продвинуться в каких-то там райцентрах и за зиму не смогли отбросить врага даже на 10 километров от Донецка. И даже не потому, что оставили Херсон, откатились из Харьковской области, отошли из-под Киева, а потому, что мы влезли в длительную затяжную войну. Кремлевской армии не хватает ресурсов и живой силы. В марте ВСУ установили рекорд по ликвидации российских оккупантов. Только в течение одного месяца было уничтожено более 24 тысяч российских военных. С начала российского вторжения в удобрения для украинских черноземов превратились более 173 тысячи российских солдат. Но по заверениям Кремля все идет по плану. Все это позволяет и выполнять подставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции. По мере того, как потери российской армии в Украине множатся, Кремль ищет наемников для пополнения сил у немногочисленных оставшихся союзников. 50 тысяч спецназовцев из Северной Кореи могут пополнить ряды российских войск. Так утверждает ЗЭТ-военкор Александр Сладков. Эту информацию он получил от председателя Совета ветеранов Корейской войны Андрея Шина, который разговаривал с родной сестрой Ким Чен Ина. 50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки, он так сказал. И родная сестра лидера Северной Кореи сказала, мы с Россией в одном окопе, 800 тысяч за один день написали заявление. Если они говорят про спецназ, то не хватает высокоподготовленных, мотивированных, квалифицированных специалистов для ведения боевых действий. Возможно, просто мяса хватает, ну как вариант, а вот у меня какого-то натренированного, специализированного уже нет. Но тут возникает вопрос, а почему они решили, что северокорейские спецназовцы, они классные? Почему? То есть Северная Корея не проводила последние 70 лет никаких боевых действий, нигде не участвовала, ни в миротворческих миссиях. Да, была война, Корейская война, это 1953 год, извините, уже сменилось два поколения людей. То есть войну они знают больше по картинкам, по истории, чем в живую. И что такого может дать северокорейский спецназовец, кроме как мышц, я честно сомневаюсь. Насколько эта информация правдива, сложно оценить. Она удивила даже главу МИД России Сергея Лаврова. Пока корейских солдат на фронте нет. Чтобы они появились согласно утверждению Сладкова, нужно еще согласие Китая. Китай тоже должен дать добро Северной Корее на оказание, так сказать, дать добро на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут здесь потрудиться. Корейцы же работают у нас на стройках, могут и, в общем-то, работать здесь. Второй вопрос. Это языковой барьер. Каким образом северокорейские солдаты будут коммуницировать с российским командованием? То есть нужен переводчик. И не один переводчик, а значительное их количество. Для того, чтобы можно было нарезать задачи. Что делать? Сюда иди, сюда не ходи. Копай здесь, не копай здесь, стреляй, не стреляй. То есть это больше эмоциональная история. Вот озвучили. Помните, в начале войны были тоже такие закидоны, что там из Фиопии будут набирать людей, из Эритреи. Ну, не взлетело все. Разговоры о привлечении северокорейцев на войну в Украину идут с конца лета прошлого года. В августе член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что КНДР якобы предлагает России 100 тысяч так называемых «добровольцев». Они могут помочь восстанавливать захваченные территории, но если Ким Чен Ын пожелает, корейцы могут и повоевать. Ну, а если северокорейские добровольцы с их артиллерийскими системами, богатым опытом контрбатарейной борьбы, с реактивными системами залпового огня, северокорейского производства повышенного калибра, хотят принять участие в боевых действиях, ну, давайте зажгем зеленый свет на пути и к добровольческому порыву. Если Северная Корея вдруг изъявит такое желание выполнить свой интернациональный долг по борьбе с украинским фашизмом. Отправка как рабочих, так и военных на самом деле очень выгодная сделка для Ким Чен Ына. Он получил бы столь необходимый доход за рубежом. Для беднейшей страны мира это очень важно. Прокормить 100 тысяч голодных трудяк Пхеньяну непросто. С этим у Северной Кореи всегда были проблемы, трудности. У них был даже такой период, когда был бы длинный период голода, он назывался трудный поход. И там в начале 90-х все думали, что навернется Северная Корея. Ну, видите, все помогали, как-то они вырулили, теперь опять слово озлобились на весь мир. Но это стандартная история. Идеи Чучхе не умирают. Они живут там. Но надежды Пхеньяна получить какое-то вооружение от Кремля не оправдались. Путину самому не хватает танков, артиллерии и снарядов. Он потерял в Украине настолько много, что его военпром не способен пополнить запасы. Своих граждан и солдат Кремлевской Радь кормят обещаниями. Путин заявляет о производстве более полутора тысячи танков. Шойгу о кратном увеличении производства снарядов. Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию. На этой неделе мной проверено выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемых им продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет об обычных и высокоточных типах средств поражения. Вместо предоставления оружия Пхеньяну Кремлю пришлось самому просить его УК НДР. Еще в ноябре прошлого года стало известно, что Северная Корея поставила России значительные партии артиллерийских снарядов. Несмотря на то, что Пхеньян и Москва все отрицали, американская разведка выяснила, что боеприпасы отправились в РФ под видом поставок для стран Ближнего Востока и Северной Африки. С боеприпасами реально проблемы есть, вынуждены добирать их. Мы уже знаем, что военную технику боеприпасы тянут из Зауралья, из Дальнего Востока, оттуда. То есть все, что было поближе к Украине, уже использовали. Не забываем, что украинские военные научились очень качественно уничтожать склады с боеприпасами. То есть потенциально вооружения, боеприпасов было много, долгие месяцы ведения боевых действий. Наши военные регулярно БК, БК, БК уничтожают, склады с БК. Больше их не становится, уменьшаются эти запасы российские. Вот они вынуждены искать по сусекам, в том числе и в Северной Корее. А там больше 152 мм снаряды для советских образцов. То есть, еще раз, там высокотехнологических образцов не будет, а будут старые, проверенные, не скажу, что надежные. Тут еще под вопросом, какие они надежные, эти боеприпасы. Но для советских видов вооружения подойдут. Для оградов, для чего? Для артиллерии, для танков старых. То есть там будет добра, думаю, достаточно. Издание Bloomberg сообщало, что сделка могла обойтись России в 320 млн долларов. Для Северной Кореи это плюс 1% КВВП. Теперь Россия, по сведениям США, намерена отправить в Пхеньян официальную делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается в обмен на вооружение. Я думаю, что не только продовольствием они рассчитываются. Да, в первую очередь продовольствие, потому что страна все время испытывает как бы периодический там голод и потребности в продовольствии в дополнительном. Я думаю, что здесь хуже может быть, что Россия может разделиться ракетными технологиями, например, технологиями в киберпространстве, потому что киберпространство, сейчас войны сетицентрические и в киберпространстве. Кто что сделает в Северной Корее, если она будет разваливать, например, американские или европейские банки? Никто ничего не сделает там. Но можно поделиться этими технологиями хакерскими или даже своих туда хакеров посадить, которые будут помогать как инструкторы, российские инструкторы, и действовать с территории Северной Кореи, с их компьютеров, и разваливать, подрывать Запад. Москва может отблагодарить Пхеньян политически, воспользоваться своим статусом в совбезе ООН, заблокировать любые, более жесткие санкции в отношении Северной Кореи. С 1 апреля Москва начала председательствовать в Совете Безопасности ООН. Как известно, Россия постоянно блокирует решения по войне в Украине, которые направлены против нее. Так же самое может поступать и по поводу Северной Кореи. Российская Федерация, российское командование, политическое руководство давно уже перешагнуло через этот барьер. Все не стесняются просить у Ирана, который с 30 лет находится под санкциями, просить у них дроны, вообще не стыдно. И просить у Северной Кореи, тоже не стыдно. То есть, вообще, тут вопрос стоит о выживании российского войска, потому что оно умирает очень быстро, очень эффективно. И понимают российскому командованию, что с такой тенденцией, с такими сроками, как они погибают, то их армия закончится к определенному периоду. Поэтому нужно к этому периоду, когда не станет российская армия, приготовиться и чем-то там уже компенсироваться северокорейскими какими-то делами, или африканскими, или еще чем-то. Поэтому, еще раз, простыдобу здесь вообще не идет. Вопрос, чем будет меняться, и будет ли такой обмен, поедут ли северные корейцы. Защищать Кремль готова и африканская Уганда. Сын президента, генерал Мухузи Кайниругаба, заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы. Более того, он заверил, что в Африке верят в президента Путина. Насколько серьезно стоит воспринимать эти заявления? Эксперты считают, что все эти заявления далеки от реальности. Армия Уганды имеет в своем составе около 50 тысяч военных. А на вооружении много советской военной техники. Вот это вот все турне министра Лаврова по странам Африки, они тоже частично связаны с поиском боеприпасов, которые есть в странах Африки, которые подходят для советских видов вооружения. Что бы ни говорили, да, российские запасы вооружения большие, там, бездонные, но когда стоит вопрос о качестве, то начинаются проблемы. То не взрывается, то не взлетает, то падает раньше времени. Вот, например, почему ракеты запускают над морем, над Каспием, над Черным морем? Ну, потому что очень большое количество отказов. Если каждый раз так ракеты будут падать на голову своих же россиян, то будет слишком много вопросов, и даже российской пропаганде не получится закрыть все глотки. А так над морем оно там запустили, не взлетело, оно упало в море. Ну, ничего с ним, никто об этом не узнал. Вернемся к Северной Корее. Чтобы получить хоть какую-то возможность подзаработать, Ким Чен Ын готов отправить в Украину и стройбаты, и спецназовцев. Тем более, что сопротивляться такому решению никто не будет. Отправлять есть кого. Численность сухопутных войск Северной Кореи составляет более миллиона человек. Но из-за расстояния эксперты не верят в переброску Кореи 50 тысяч военных. Слишком уж затратное дело. Тем более, неизвестно, чем может закончиться такое путешествие кимовских спецназовцев для самого Ким Чен Ына. Вот они приехали, вот они отвоевали. Кому-то повезло, кто-то попал в плен, кто-то вернулся. Или вернули всех, кто там в плен попал. Вернули в Северную Корею. И эти люди, эти люди, это помните, как в Советском Союзе, которые дошли до Берлина, вот, да, типа, красноармейцы, и когда они увидели, какая там жизнь, они обалдели. А они потом приехали и говорили, капец, как они там живут. И вот эти северные корейцы, когда они вернутся обратно, захотят ли они что-то поменять в Северной Корее? То есть они будут источником распространения информации, что за границей там есть жизнь. И живут хорошо, и люди живут, и у них там машины, каких они не видели, и дышатся там, и дышатся там свободнее. То есть не будут ли они угрозой для режима? Я думаю, Ким Чен Ын и его семья очень серьезно просчитывают эти риски. Появление бойцов Ким Чен Ына на войне в Украине совсем уж унизительно для Кремля. Согласно рейтингу военной мощи, северокорейская армия находится на четвертом десятке. Получается, что 34-я армия мира будет помогать второй армии. Хотя чему здесь удивляться? Война в Украине показала, какая на самом деле пресловутая вторая армия мира.